Добрый вечер, друзья! Вы смотрите канал, и мы живем в Латвии. Сегодня у нас 15 февраля 2023 года. Решил я поделиться с вами такой темой, что же думают украинские беженцы про жизнь в Латвии. Ну, жизнь в Латвии глазами украинцев. В социальных сетях Латвии открыты несколько страниц для обосновавшихся в Латвии украинцев. В них они делятся сокровенным и наболевшим. Спрашивают совета, предлагают свои услуги. В большинстве это транспортные перевозки из Украины в страны Европы и услуги красоты. Кроме того, здесь можно найти много интересного о том, как в нашедшем себе пристанище в Латвии, наша страна, ее обычаи, традиции, кухня, климат и отношение к ним, латвийцам. Полистаем ленту открытой группы фейсбука «Украинцы в Риге», Латвия. Ну, такая Юлия пишет. Всем привет! Хотим переехать из Польши в Латвию. Был ли у кого-то такой опыт и не пожалели ли вы о переезде? Кто переезжал из других стран, тоже интересует. Как вам жизнь в Латвии? Сложно ли снять жилье с кошкой? И сколько это примерно занимает по времени? Скажу сразу, что поиск работы не актуален, так как работа удаленна и с деньгами проблем нет. Хотим переехать в более привычную для нас среду. Среду. Язык кухня. Читаю много комментариев, что не стоит ехать и так далее. Поэтому очень интересует мнение людей, которые там живут. Ну, то есть непосредственно в Латвии здесь живут. Ну, отвечает, ну, там, под ником такая-то такая, вай-э-э-эра. Если у вас главным фактором является привычная среда, язык и кухня, то Латвии однозначно понравится. Проблем со съемом жилья никаких нет. Вот это Алона, которая писала, отвечает ей теперь. Если с деньгами проблем нет, то переезжайте. Городки маленькие, уютные, кухня как дома, и почти все говорят на русском. Ну, а мы, благодарность, учим латышский. Нет, друзья, это я немножко ошибся. Это другая, это другая ей добавляет комментарий. Да-да-да-да. Ну, такая пишет, такая Наталья. Потому что комментарий очень много, тут можно запутаться. Кто кому пишет, кто кому отвечает. Ну, ничего, сейчас попытаюсь, друзья, вам донести. Мне очень это заинтересовало. Я надеюсь, вас тоже это заинтересует. Что же думают, а что же думают о Латвии? Вот, беженцы непосредственно, и не только беженцы. Ну, кто участвует в этих комментариях? Наталья такая пишет. Здравствуйте. Я думаю, не стоит. Цены здесь намного выше, чем Польша. Это про Латвию она пишет. Юлия теперь такая пишет. Над что именно? Наталья отвечает. Например, на продукты. Теперь другой комментатор. И на одежду. Вообще на все. Весь рынок гораздо дороже польского. Кстати, наш рынок польский. Только цены кусачие. Ну, в смысле, в Латвии все из Польши. Другой комментатор. Александра такая. Латвийский вы не выучите никогда. Юлия теперь отвечает. Александр там. Ну, Александр. Если захотеть, можно в космос полететь. Ну, на лети, конечно, да. Ну, нет. Я комментировать не буду. Это я комментирую именно их. Не все. Что они пишут? В шоке от всеобщей разваленности. Виктория. Много моих знакомых уехали в Польшу. Из Латвии. И им там нравится больше. Что вам в Польше не нравится? Элина такая теперь. Я жила в Польше во Вроцлаве. Полгода. Сейчас живу в Латвии. У меня все складывается хорошо. Я быстро нашла квартиру, работу, делаю документы. Но это больше мой личный пробивной вайб. Ну, это она такая пробивная. Отчего я в культурном шоке в Латвии? Это от неблагоустроенности и разваленности всего. Что я вижу вокруг? Хамства, персонала, алкоголиков, падающих на улице, депрессивности лиц. Глазу на ухоженное и красивое, ровное, целое, чистое. Негде зацепиться. Что такое вежливость и чистота? Зарядки в автобусах и все для удобства людей в инфраструктуре. Можно забыть. Это уже про Латвию. Это минус 20 лет назад. Ну, Латвия возвратилась на 20 лет назад, как они приехали сюда. Я могу сравнить с Одессой. Вроде все хорошо. Все есть. Но покошенные заборчики вдоль дороги. И с 30-летней давности разбитой плитки торчат бурьяны. Местные говорят, ну, местные. Это в Латвии местные. Говорят, что весной все преобразуется, будет много цветов и другое настроение. Посмотрим. Она говорит так. Пишет. С другой стороны, сама красота и уют тут более душевный. Архитектура, витрины, все, все, оно другое и мне более близкое и красивое. Сердце тут в центре радуется. В Польше я мозгом понимал, что да, она красивая, как на открытках, с благодарностью за чистоту и ухоженность. Но даже местные сувениры не казались столь красивыми и милыми. Зато ассортимент местных магазинов гораздо вкуснее и богаче, чем в Польше, лично для меня. Я любитель рыбных консервов, крабовых, палочек и морской капусты. И они тут есть в разнообразии. Правда, по евро 0,9 за 200 грамм морской капусты в сравнении с 19 гривнами за полкило когда-то в АТБ. Ну и те рыбные палочки в упаковке, что стоили в Бедренке 5 злотых, тут будут 2-2,5 евро. Хоть я и быстро нашла квартиру и работу, зарплата у меня 450 плюс чаевые, квартира 15 метров, с коммуналкой 100 евро, выходит 300. Вот и считайте, как учиться не понимая ни слова. Пишет Анна такая. У меня вопрос к тем, у кого детки идут первый класс в Латвии в этом году. Подскажите, пожалуйста, как вы решаете вопрос с языком, с латышским языком. Ребенок латышского не знает. В школе мне не смогли помочь. У них нет подготовительного класса вообще и дополнительного изучения латышского в частности. В департаменте образование тоже не знают, как выходить из этого положения. Ответить на вопрос, как ребенка учиться, не понимая ни слова, никто не может. Напомню, кто недавно только зашел на это видео, я сейчас рассказываю и зачитываю все комментарии, что думают про Латвию и сравнивают с другими странами украинские беженцы. Продолжаю. Поделитесь, пожалуйста, опытом и своими решениями. Заранее спасибо. Ну, пишет Виктория такая. Ну, Викторик Карклиня. Знание языка развитию не помешает, но не за счет знания основ математики и других предметов, которые будут для ребенка набором звуков в течение 45 минут, если он не имеет определенного уровня владения языком. И программа латышского в русском классе и в латышском отличаются. В латышском классе буквально с первых дней учат стихи, читают тексты. Ребенок должен знать название предметов простых действий цветов животных. Языки не учат, пропуская базовые знания. Язык учат последовательно. Ирина теперь другая пишет. Совершенно верно говорите. Детям в школе нужно осваивать образовательную программу многих предметов, а не учить совершенно незнакомый язык. Не все дети отличники в школе, даже если учатся на родном языке. Если есть желание учить латышский или иной язык, то только отдельным специальным курсом. Еще раз повторяю. Это пишут и говорят в школе. В смысле думать, что о Латвии и образовании украинские беженцы. Повторяю, не путайте. Теперь комментарий антра такая. Пожалуйста, перестаньте считать, что Латвия это российская провинция. И просить особый статус для образования на иностранном языке. Вот антра такая вылезла. Я ничего. Не, 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 не. Вы что вы? Что вы? Я ничего. Я просто зачитываю комментарии украинских беженцев. Ну и может быть кто-то там объясняет им, что тут чего. Ну естественно. Сильвия теперь пишет. Не волнуйтесь. Отдайте ребенка в школу и уже через год он в совершенстве выучит латышский язык. Требуется латышская языковая среда. Тут она, конечно, права. Когда латыши бежали от русских оккупантов, то то же самое было и с латышскими детьми в Америке. Они шли в школу, не зная ни слова по-английски. А потом были лучшие ученики в классе. Ну она, видимо, участница вот этих вот беженцев в Америку, которые убежали. Она в курсе. Все говорят на русском. Так, пишет теперь Татьяна. Мы живем в городе Даугапилс. Это город по численности населения второй после Риги. Снимаем квартиру 150 евро. Трехкомнатная. С котом взяли без проблем. Ну с кошкой. Ну котом, ну кот там какая разница. Да, коммунальные октябрь, ноябрь 250 евро. Декабрь, январь 400 евро. Дорого. Но уже февраль. Так что коммунальные с каждым месяцем будут меньше. А как отключат теплосеть? 100-120 евро вложитесь. Это по коммунальным. В Риге по коммунальным плюс-минус тоже. Но аренда от 300 евро и выше. Даугапилс, примерно 80 тысяч населения. Не буду спорить. Я зачитываю комментарии. Абсолютно спокойный город. Все разговаривают на русском. Это про Даугапилс. Да, в магазинах начинают с вами общаться на латышском. Но как слышат русские, сразу переходят на него. Очень удобно и люди все очень доброжелательные. Так, здесь я поставлю точку. Я немножечко комментариев добавлю. Рига говорит на русском. Даугапилс говорит на русском. Дальше не буду продолжать. Продукты в магазинах привычные. Это вы потом мне отдавайте комментарии. Кто здесь, кто здесь. Давайте. Да, 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 да. И еще точку поставлю. Сколько здесь населения разговаривает на русском языке? Русскоязычных. И сколько здесь населения, которое разговаривает на латышском языке? Латышскоязычных. Сколько здесь семей, как говорится, ну ладно, смешанных браков, которые в семье говорят? Ну-ка, поспорьте мне. В основном на русском языке. Частично на латышском. Ну, смотря кто в семье голова. Я ничего, друзья, не мне, не, 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 не. Что вы, что вы. Но половина населения здесь говорят на русском. Как минимум, если не больше. Это я про предыдущие вам говорю, что они экзамен требуют. Когда города говорят на русском, какие экзамены могут быть? Ну, извините, конечно, извиняюсь. Я тут комментарий свой вставил, конечно. А что не по теме? Что не по теме? Украинцы приехали. Да они как слышат русскую речь сразу прям. У них щечки становятся розовыми. И глазки сразу веселыми. Ничего я не имею против латышского языка. Ни грамма. Что вы, что вы. Да вы что. Помни, как в том фильме. Да вы что. Что вы. Ну, только, говорит, не звоните. Что вы, что вы. Друзья, я читаю комментарии. Можно и пошутить. А почему нет? Я что, неправду говорю? Ну, сколько вы бьетесь с этим русским языком. Вот вам. Я не зря эту новость. Ну, как новость? Ну, обсуждение там, комментарии. Решил вам зачитать. Что же, я думаю, мне тоже заинтересовало. Что же они тут сейчас пишут? Что они калякают? Вот она, правда. От украинских беженцев. Ну-ка, давайте. Озабоченные. Напишите мне там какую-нибудь. Да, напишите. Да и не только я их читаю. Читают все, кто нас смотрит. Не забывайте ставить лайки. Кстати, писать комментарии. Ну, только хорошие, как я обычно говорю. Если будете плохие писать комментарии, я вас в баню отправлю, друзья. Ой, господи, мамородная, друзья. Ну, вот решил я вам почитать. Ну, что же они думают про Латвию? Как им живется здесь? Друзья, с одной стороны, смех и грех. Но в той стране, в Украине, откуда они убежали, там горе. Вот призадумайтесь. Призадумайтесь. Но, и это касается, особенно, наших правящих. Вам не надоело издеваться над русским языком? К вам прибежали сюда русскоязычные, украинские беженцы, которых на Украине, в Украине, 80, минимум, если не больше, процентов населения всей Украины разговаривают только на русском языке. Ну-ка, спорьте меня. Проводим дальше. Пускай будет это большое видео. Ну, не делай, это не дело. Конечно, я буду читать просто вот эти вот, как говорится, их не сплетни или как. Это ваше дело. Обсуждайте меня, не обсуждайте. А то некоторые там пишут, что ты зачитываешь новости? А что ты слушаешь их? А что ж ты их слушаешь-то, женщина? Ну, не слушай. Господи. Новости. Это не новости. Это беды. У нас здесь в Латвии происходит. А пишет такой Артем, «Польский язык легче намного. В Польше работы больше. Везде нужно работать, приспосабливаться. Халявы нету. Погода не очень, а дороги ужасные». София, «Аренда дешевле, но если у вас есть авто, то дороги в Латвии ужасные. Погода не очень, лето холодное, кондиционеры тут даже неприятно ставить». «Да, погода не очень, лето холодное, кондиционеры тут даже не принято ставить». А я написал мне, то есть сказал, «Вита такая. Были на днях в Польше, в Кракове. Безумно красивый и развитый город. Народу там просто огромное количество по сравнению с Латвией. В Латвии на каждом углу все закрыто и сдается. А там я ни одного такого места не увидела. Наоборот, везде бешеные очереди и это самый нетуристический месяц январь. Польша развивается и будет развиваться. А из Латвии у меня сейчас уезжают даже те знакомые, которые вообще никогда никуда не хотели уезжать. Я бы не советовала ехать в Латвию. Польша лучше». Так, следующий комментарий. Кристина такая пишет. По климату тут на любителя. Очень часто дожди и летом, и зимой. Достаточно хорошая погода. С мая по сентябрь. Апрель может быть еще со снегом или ветром. Октябрь когда как. С ноября по март депрессивная серость. Всегда почти кажется холоднее, чем на градуснике. То дождь, то ветер, то влажность. Приготовьтесь с одеждой. Непромокаемая, непродуваемая. По инфраструктуре Рига большой город. Но, например, в спальных районах не везде детские площадки есть. Парков не так, не так, что много. Общественный транспорт, как по мне, неудобный. Метро нет. В Риге нет метро. А вы знали, что в Риге нет метро? Ай-яй-яй. Вот видите, нет метро, опаздывает. Метро нет, опаздывает. Ждать холодно. Господи, мамород. Ой, не-не-не, друзья, это я комментарии. Так, смотрите дальше, слушайте. Но я много лет им почти не пользуюсь. Так что, возможно, есть другие мнения. Летом, если повезет, можно выбираться на море. Если даже погода не для купания, море холодное, то гулять по побережью очень приятно. Полно всяких пешеходных троп и природных парков. Где-то и без машины доехать можно. Природа без машин доехать можно? Ну ладно, такси, наверное. Природа красивая. Хоть и нет огромных гор и так далее. Если любите прогулки, есть куда выбраться. Много небольших симпатичных городков в часе полутора езды. Не заскучаете исследовать. Готовьтесь учить латышский. Хоть вас много где поймут, особенно кто постарше. Молодежь может и не знать русского, но для работы все же язык нужен. Но я в этом подтверждаю, да, она в этом права, потому что молодежь, вот кому особенно 20 лет. Все. Вы от них ничего не добьетесь уже. Я имею ввиду на русском. Да, 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 да. В целом, если вы сами доброжелательны, люди у нас довольно гостеприимны. Но народ больше северный и менталитет такой больше закрытый. Готовьтесь, что зимой люди довольно хмурые все. Наталья такая пишет. Латвия прекрасна морем, лесами и озерами и вообще дикой природой. Если вам это нравится, рекомендую. Конечно, с языком и госучреждениями могут быть проблемы. Поэтому знание языка первая цель при переезде. Культура ближе к европейской, но русскоязычные несут с собой свои традиции. Такие, как празднование Нового года, и салата оливье и так далее. Не-не-не, друзья, вы пишите комментарии сами. Не, я не буду комментировать. Ладно, ладно, ладно. А то я тут затяну сейчас на два часа. Юля теперь пишет. Часть местных, которые смотрят исключительно российские новости, постят пропаганду и так далее. Говорят фразами слово в слово из этих новостей. Довольно много ваты. Я не буду комментировать. Что такое вата, а? Это вата, это которая вот в игрушках у Семки, да? Ксения, не слушайте. Не слушайте. Много ваты в интернете, как и украинцев, которые желают смерти просто русскоязыч, русскоговорящему человеку. В реалиях этого нет. От латышей негатив получите за то, что не собираетесь учить латышский. Но тоже в интернетах, в жизни все иначе. Приезжайте. Тут русский понимают почти все. Это другие уже призывают. Природа красива, если в деньгах нет проблем, то вообще малина, а не жизнь. Юрмала, например, друзья, это я повторяю, зачитывал я комментарии украинских беженцев, которые здесь уже пожили и пожили там в Польше, ну и в других странах. Все касается украинских беженцев. Ну и естественно здесь были комментарии местных, как латышей, так и русских. На этом я заканчиваю свое видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь друзьями в социальных сетях. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Самое главное дружба между народами. И желаю вот скорейшего вот этого чтобы все закончилось вот этого друзья война. Вообще на всем земном шаре все беды идут от кого? Комментируйте дальше вы друзья. До следующих видео. .